Мутняк вышел с Карениным и она бросилась под поезд. На Лютеранскую? В этот подвал грязный? Да кто туда ходит? Ну, Анна Каренина типа замутила с Вронским. Смотрит, ну что интересно в этом сарае можно найти. Шановные товариства, всем доброго дня. Вітаю вас на нашем канале Петрович Тиво. И хочу сказать, что в своих разговорах про книги и в пошуках нових, цікавих, и в рассказах про то, что есть, какие традиционные книжковые, так би мое, розваги есть для читателей, мы от добрались нарешті до найкрашого, напевно, букиністичного магазину «М.Киева», нашої чудової столицы. Это букиністичный магазин «Букиніст-центр» на улице Лютеранской. И сегодня поспілкуемся с его багаторичным властиком, одним из лучших значений стародавней книги «М.Киева», человеком, который уже больше 50 лет занимается книжковой торговлей с Эдуардом Яковлевичем Линдиным. Еще раз здравствуйте. Вот вы практически всю свою жизнь как-то в той или иной мере связаны с книгами. Вот вы 47-го года рождения. 45-го. Тем более 45-го. Это достаточно такие, ну, трудные времена были. И как послевоенные, как книги вошли в вашу жизнь впервые? В довоенное время, вот, и первые, скажем, 10 лет после войны, никаких таких общественных организаций или движений книголюбов не было и в помине. Просто государство было устроено так, что это было ему не нужно. И после войны еще 7 лет, 8 лет даже был жив Сталин, сталинская система. То есть было книгоиздание, люди читали книги. Но то, что начало развиваться потом, когда началась хрущевская оттепель, это, пожалуй, начало. Это 56-й год, это вам 11 лет было? Да. Значит, ну, несколько слов я скажу о себе. От семьи у меня очень много. Дома книги были? Да, дома книги были. Значит, скажу, что жили мы довольно скудно после войны. Жили мы в коммунальной трехкомнатной квартире, в которой жило три семьи. У нас была комната 9 метров, и кухня была 4 метра. И на ночь в 12 часов ночи приходил пехотный капитан, бросал на кухне шинель, ложился на нее. На полу? На полу, ложился на эту шинель, и где-то в 5 часов утра или в 6 часов утра вставал и уходил. Значит, вот так жили. Отопления не было. То есть уголь, дрова, имели сараи, пилили это все, приготавливали. Значит, газа не было, были примусы. Керосин, да? Керосин. Да, я только хотел сказать. Стояли в очереди за керосином. Вот. Примус – это такая противная конструкция. Вот. Она очень часто засорялась. Для хозяек это было очень тяжело. Еще и взорваться можно. Ну да. Ну, был еще такой прибор, как керогаз, но это для более таких зажиточных семей он был. Тоже на этом же принципе. Значит, ванны не было, горячей воды не было, телефона не было. Телевизор появился у отдельных людей только в 1953 году в Киеве. Это был КВН. Уже Сталин отошел, а телевизор появился. Да, появился телевизор, значит. Назывался он по аббревиатуру трех создателей, значит, КВН. Значит, Куприянов, Николаев, вот так вот. И так как он был создан в 1949 году, то он был назван КВН-49. Ну, народ сразу же включил свою остроумие и переделал название телевизора. Купил, включил, не работает. Значит, экран был вот с мою ладошку. Линза такая была, да? Экран был с свою ладошку, а те, которые хотели, чтобы немножко видно было получше, ставили линзу, наливали туда дистиллированную воду. Ну и чтобы телевизор был цветной, туда капали немножко зеленку. Вот таким образом мы жили. Значит, конечно, как вы понимаете, жилищные условия не позволяли иметь библиотеки, но в культурных семьях была такая этажерка. Даже были такие басни. Есть у Аверка этажерка. На ней много разных книг. Проте дубовая этажерка не стала мудрою от них. Как отличить, где Аверка, а где дубовая этажерка? Ну вот, то есть слово «этажерка» оно было в быту. А сейчас этого слова, конечно, уже нет. Вот. Мама читала мне книги. То есть первый шаг – это были аудиокниги в мамином исполнении, да? Да, скажем так. Вот. А потом, вот у меня был такой психологический стресс некоторый, связанный с книгами. Дело в том, что после войны мы учились, детей было очень много, рождаемость была большая. В классах было по 45 человек и даже больше. Все учителя были по призванию. Они отдавали все, что только можно было детям отдать. И вот раз в неделю библиотекарь школьный, значит, смотрел школьный журнал, смотрел, сколько там учеников, и приносил в класс 45 книг. И рассказывал об этих книгах, а потом начинал по списку вызывать людей, и чтобы тот… Выбирал. Выбирал. Выбирал, так как моя фамилия находилась в средине списка. Вот только к тому времени, когда я… Все самое лучшее… Все самое то, что я приглядел. И таким образом я каждый раз получал вот такой стресс. Это, конечно, жадность к книгам у меня была… Вот с тех пор я помню, что для меня это было очень важно, получить нужную книгу. Тем более, что книг было не так много для чтения, допустим, школьников. Ну, библиотека приключений первая уже была напечатана в 20 томах, и чтобы получить… Если у кого-то есть эти книги, то люди в очереди стояли, значит, чтобы прочитать… Просто почитать, да? Почитать «Три мушкетера». Раньше не было такого, что не давали читать, вот, как вот сейчас иногда бывает. А тогда, значит, люди относились к этому делу, что раз есть книга, то, значит, ее нужно читать. Ну, а потом… Это были первый, второй, третий классы. А потом уже в четвертом классе мы переехали на другую квартиру. У нас уже была отдельная квартира. И в этом доме был книжный магазин. Опять 25, да? Вот, да. И, в общем-то, все мои лучшее время я проводил там, среди этих пачек. Разгружал, загружал, значит, вот. И тоже с жадностью смотрел на книги, потому что, в общем-то, родители ограничивали мою вот эту дикую потребность, значит, это самое. Но, все-таки, иногда, вот, отец, например, его уговорили на работе подписаться на собрание сочинений Жюль Верна. Вот это, да? Да, вот это, вот. Значит, ну, это начал он выходить в 1958 году, вышел первый том. Ну, вот, отца подписали на это собрание. И он постепенно, значит, он выходил какое-то длительное время, приносил. И я успевал все это, значит, прочитывать. Вот. Вот, значит, с этого такая началась беспрерывное мое чтение. И потом, когда уже началась хрущевская оттепель, а, значит, стали строить в Киеве массивы, дороги, значит, какая-то культурная жесть началась. Фильмы стали приходить заграничные, потому что после войны сразу крутили только трофейные. Трофейные. Троторзан, значит, вот такое. Когда я учился в техникуме радиоэлектроники, значит, я попал в необыкновенное место, случайно попал. Значит, это около столичного магазина Сяева на Бессарабке. Это книжный магазин. Книжный магазин. Это старейший книжный магазин. Он принадлежал лавке писателей. На втором этаже там был отдел тока для писателей, для посвященных. Вот. Ну, и он был достаточно хороший. Вот. И к этому времени стали выходить забытые авторы, которых просто не печатали. Начали печатать Ахматову, Зощенко. Ильфа Петрова. Бавили. Оранжевый это. Да. Ильфа Петрова. Вот. И много другого. И сразу же интеллигентная часть населения, вот, особенно евреи, вот они как-то очень чуткие на вот такие движения. Значит, они тут же стали эти книги доставать между собой, меняться ими читать. А именно нужно было доставать. Тогда просто так пришел и за здорово живешь, купил в магазине нельзя было. Значит, в магазине можно было за здорово живешь купить много литературы в те годы еще. Ленина, там, Крушева. Нет, 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 нет. Много просто нормальной такой какой-то литературы, полезной. Но когда выходит впервые, допустим, сборник Бабеля в каком-то кемеровском издательстве, который, во-первых, сюда в Киев не поступает, вот, его достать трудно, вот, или выходит там сборник библиотеки поэта Пастернака с вступительной статьей Синявского, вот. То есть такие книги, конечно, нужно было где-то доставать, вот. И была, вот она стихийно возникла, вот эта группа людей, которые собирались после работы около магазина Сяева и обменивались мнениями, обменивались книгами, вот. Вели разговоры, которые меня очень интересовали, потому что… Кормольные темы были? Нет, кормольных тем не было, потому что все было под присмотром, вот. Были… Ну, вы сами понимаете, что как только организовалась какая-то группа людей, которые… Но там появлялся человек, который… Там, да, и мы знали этих людей, вот. Скрыть было очень сложно, вот. Мы знали этих людей, а мы просто сторонились. Вот надо нам поговорить. Мы выходили куда-то в сторону, и все. Ну, и особой крамолы там не было. То есть антисоветчины… Антисоветчины там не было, евреи, люди померкованные, вот. Они этим не занимались. Один, в общем-то, тоже не глупый человек, он научил меня. Он говорит, ты знаешь, ты… Сколько получаешь стипендии? Я говорю, ну, 17 грн. То есть 17 рублей 50 копеек. Он говорит, вот ты выдели из этой стипендии 3 грн. И купи хорошую книгу. Ну, такие цены были. 3 грн. купи хорошую книгу. Возьми ее, обверни ее калькой, чтобы она не пачкалась. И читай ее углом. В смысле, не раскрывать… Не раскрывать блок. Чтобы она была новой все время. Потому что он сдвигается так по оси, если раскрывать блок. Да. Потом, когда ты прочтешь ее, выпиши из нее то, что тебе нравится. Вот. Насладись ею. Вот. Приди к нам сюда же, на нашу, как называлось, биржу, и поменяй эту книгу на следующую книгу. Таким образом… Ну, у вас такие первые шаги капитализма были в социалистическом государстве. Сто процентов, да. Но в данном случае он мне просто научил за одну трешку менять книги вот таким вот образом. То есть эта трешка уже фактически в капитал превратилась? Она уже превратилась в капитал, и я просто менялся. Потом, конечно, естественно, не только мне, но и другим, пришла мысль. Она пришла, мысль такая. Я, допустим, хочу свою за трешку поменять. А он мне говорит, а моя книга стоит 5 рублей. Вот. Значит, я 2 гривны должен доплатить. Уже, да. Уже пошли коммерческие отношения. А потом получалось, что со временем книга растворялась. Ее уже и не было. Значит, она имела уже коммерческую ценность. Ее можно было продать уже не за 3 гривны, а, скажем, за 6 гривен. И вот эти отношения, ну, они были очень разумны. Вот. И там была, конечно, основная струя книголюбская. Да. И вот такое невинное общество, которое собиралось около Сяева. Это довольно долгое время, может быть, года 3 собирались. Потом все-таки посчитали, что на центральных улицах вот эти люди, значит, они как минимум мешают прохожим. И, значит, приложили уйти. Вот. Просто сказали, что вы здесь больше собираться не будете. Там были какие-то свои негласные организаторы, значит, решили перейти в ботанический сад. Ну, Фомина. Вот. В ботаническом саду недолго были, потому что тоже милиция очень быстро среагировала. Значит, что-то за в культурном месте отдыха вдруг собираются люди, которые что-то берут, что-то там. И поэтому перешли на вокзал. На вокзале… На ЖД вокзал, да? На ЖД вокзал, значит, если стоишь спиной к вокзалу и смотришь на бывшую улицу Коминтерна, вот, то здесь, с правой стороны, есть такие ступеньки вниз, выходишь на улицу туда. Вот на этой улице, значит, собирались. Очень удобное место. Вот. Во-первых, книги можно хранить было в камерах хранения. Вот. Те, которые привозили из Москвы, допустим, от хода там. Вот. Во-вторых, тихое место никому мы там не мешали, и там довольно долго это было. Но к этому времени это уже пересло в коммерческое предприятие. Вот. То есть люди увидели, многие, что тут можно зарабатывать деньги, значит, и уже… А сколько вот можно было заработать? Ну, скажем, зарплата тогда рублей 100-120, да, получилась такая средняя? Ну, по-разному можно было заработать. Человек зарабатывал еще вторую зарплату. Да, 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 да. Ну, это вот в течение месяца. Вот. Потом, значит, и там пожаловались люди. То есть кому-то все-таки мешали книголюбы. Тоже разогнали, и тогда это переместилось, а уже был сбит определенный костяк. Да. То есть это уже были не отдельные люди, это уже был какой-то костяк, который мог между собой договариваться и принимать какие-то решения. Переместились на место авто… нефтебазы. Была такая нефтебаза. Вот сейчас, когда проезжаешь Воззаховлодский мост по проспекту Победы в сторону Святошина, то там выстроены три или четыре граммарных таких свечки, дома. И вот на этом месте была нефтебаза. Вот. А за нефтебазой, значит, была такая площадка и река Лыбедь. И вот собирались вот там вот. Тоже вроде как бы промзона, никому вроде не мешали. Но это надо было знать, что там произошло, чтобы туда попасть как-то. Люди думали… То есть это уже как клуб было. Да, да, я же говорю, уже костяк, да, костяк был такой. Вот. И были лидеры свои, которые, в общем-то, они организовывали это все более-менее. пристойно. И люди шли за ними. Была потребность большая в книгах. А вот на что был спрос тогда? Скажем, была там приключенческая литература, как говорили Дюма, там, Ильфи Петров, Булгаков, или там, может, Солженицына кто-то там приносил? Нет. Нет. Этого не было. Солженицына не было. Значит, я скажу, что таких вот, скажем, диссидентов в этой среде практически не было. Там были любители хорошей литературы, и там были, будем говорить сейчас, спекулянты, как их раньше называли, сейчас их называют коммерсанты, предприниматели, вот так вот. Значит, а книги пользовались те, которые стали приходить к нам из небытия. То есть воспоминания, допустим, пусть они были урезаны, пусть они были, ну, не совсем правдивые, допустим, если он вспоминает, допустим, о Мандельштаме, так он пишет более-менее все, а потом, допустим, говорит, а в 37-м году его не стало. То есть все, вот на этом исчезло. Исчезло. Вот, да. И все это, значит, вот очень большое, вот в 60-е, 70-е годы огромное количество воспоминаний, и лагерная тема, значит, и литературные вот эти все баталии, которые были. Вот, и, конечно, вот эта вся литература, Пастернак, Цветаева, Ахматова, Бабель, Зощенко, Виктор Некрасов, ну, и много других. А Некрасов популярен был тогда в Киеве? Окопах Сталинграда или что? Ну, окопах Сталинграда, это такая была вещь, еще не так сильно известная, хотя она получила Сталинскую премию. Вот, но Некрасов к киевлянам пришел вместе с Булгаковым, вот так бы я бы сказал. Некрасов написал чудесную эссе или статью, которая называлась «Дом Турбиных», значит, и он рассказал о Булгакове, рассказал о Киеве, рассказал об Андреевском спуске. И вот для киевлян, открытие, и очень, понимаете, рассказал про Белую Гвардию, рассказал про Малопровальную улицу, про Алексеевский спуск, значит, который в романе, то есть Андреевский спуск, Алексеевский спуск, Малоподвальная, Малопровальная, в общем, эти... Ловская, Львовская... Да, 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 да. И вот с этого времени, с этого времени Булгаков, Некрасов, они уже не сходят, скажем, не утрачивается к ним интерес со стороны киевлян. Только возрастает. Только возрастает. Вот. Ну, вот, допустим, о Некрасове можно... У него был такой друг, который, собственно, за него и пострадал, который написал книгу «Роман Донос». Делий Снегирев, да. Делий Снегирев, да. Вот в этом, в этой книге очень много описано о Некрасове, очень много написано о литературной жизни украинской. А Некрасова вы самого не встречали? Он же жил здесь на Крещатике. Некрасов жил в Пассаже, встречали мы Некрасова и доставали ему это самое... Ему нужен был двадцатитомник Толстого, Льва Толстого. Вот. Вот как раз через нас он ее и доставал. Вот. А что он из себя представлял так вживую? Он же любил выпить там, такой был, балагур. Ну, вы знаете, я с ним в компаниях не был, не выпивал для... Во-первых, разница в возрасте. Во-вторых, все-таки это известный человек. Понимаете, хотя, если ты знаешь, что это лауреат Сталинской премии, то ты считал, что у меня аж таких, допустим, знаний и понимания теперешнего тогда не было. Вот. Я просто с питье там относился... Ну, вы знали, что это Виктор Николаев. Да, да. Я знал, где живет там, все это... А за сколько продали ему Толстого? Я не помню, честно говоря. Это уже... Ну, опять же, как я говорю, не дороже денег. Все тогда было не очень дорого. И потом, значит, с этой нефтебазы, откуда нас тоже попросили, мы перешли в район... Тоже же вдоль по Лебеди шли, значит, район КПИ. Значит, на КПИ, на остановке трамвая, значит, там... Если... Есть такое... Ты идешь на трамвай, если пройдешь дальше, выходишь прямо к Лебеди. Вот. И вот как раз там стена такая, которой вообще не видно, что происходит. И вот там собирались под этой стеной, и это было... Десятилетиями там существовало. А были тогда... Должны были тоже быть букинистические магазины? Были букинистические магазины. Был основной букинистический магазин, там, где сейчас находится Академкнига. Это на Хмельницкого. Богдана Хмельницкого, 42. Там было два помещения, значит, Академкнига, и рядом находился букинистический. Вот сейчас это помещение занято чем-то другим, а Академкнига осталась. И был букинистический на углу Рогнединской и Красноармейской. Значит, и там, и там стоял жесткий заслон из перекупщиков, вот, которые не давали с датчиком даже проходить туда практически. В смысле, то есть, если ты хотел свои книги из библиотеки продать, то ты в магазин попасть не мог, стоял перекупщик. Да, стоял перекупщик, причем здесь на Багдана Хмельницкого, 42, чтобы войти в магазин, там, где принимали, вот, не снаружи, в сам магазин, а именно с черного хода, где принимали книги. Нужно было войти в парадное, пройти некоторый коридор, завернуть, и только тогда ты попадал в эту дверь, где, значит, ты мог... И вот этот коридор, тебя ловили в этом коридоре, сразу говорили, какой смысл терять 20%. А, налог, налог. Ну, да, 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 вот, у кого-то не было паспорта, вот, и все эти книги, они разбирались, а так как спрос был огромный... А что сдавали тогда? Что-то было в книге? Все, все сдавали, все, ну, все... Дореволюционные... И дореволюционные сдавали, и... Ну, книг много сдавали. Почему? Потому что люди покупали охотно, сдавали охотно, а следующие люди тоже покупали охотно, то есть был заведен механизм читательский, вот. Легко было продать, легко было купить. То есть был спрос, грубо говоря. Был спрос, огромный спрос был, огромный спрос был. Вот это два таких букинистических магазина мощных, вот. А потом были, вообще говоря, в городе Киеве, если взять, была такая брошюрка, Киев книжный, то в городе Киеве было 110 книжных магазинов, и в каждом из них, ну, не считая, допустим, были специализированные магазины, вот. А в обычных магазинах были букинистические отделы. То есть любой район был охвачен вот этим... Сдачей книг, покупкой книг, обменом книг, вот таким вот образом. Это соответствовало, это соответствовало европейскому стандарту. На 25 тысяч населения книжный магазин. То есть это ничего такого особо, это норма, грубо говоря. Это норма, причем Советский Союз придерживался этой нормы. При трех миллионах населениях 110 книжных магазинов получалось. Вот, а кроме того, были магазины специализированные. Академкнига, поэзия, пропагандист, медкнига, военная книга, плакат, техническая книга. Это все было, это было поставлено, был книготорговый техникум, был полиграфический институт, где готовили специалистов и для продажи книг, и для печатания книг. То есть это было огромное культурное дело. Смотрите, а вот, скажем, вы пришли в эту, так скажем, тусовку всю эту книжную в 60-е годы. А менялось как-то отношение к книгу, какие-то отношения, популярные книги новые, новые, там 70-е, 80-е. Я понимаю. Ну, я вращался, в общем-то, среди серьезных, как я считал, книг. А очень модно было собирать библиотеку приключений, например. Она очень ценилась. Ценилась подписка Конан Дойля. Дюма. Дюма, это, конечно, тогда еще мы не дошли до вот этой придумки абонементной книги. То есть тогда не было таких количеств, как стали потом печатать Дюма. То граф Монте-Кристо, это была такая валюта. Вот, или Королева Марго, или Шевалье Дермонталь. Ну, в общем-то... Викон де Блажерон. Да, да, да. За ними гонялись. Да. И я, например, с удовольствием всегда доставал эти книги каким-то более легким образом. И менял... А каким можно было более легким? А, ну, у вас, в принципе, должны были уже какие-то связи быть в магазинах. Ну, конечно, конечно. И менял их среди вот этих коммерсантов, которые предпочитали вот эти всякие Дюма, женщин в белом и тому подобное, на серьезную литературу. Они просто знали, что населению легче продать вот эту электристику. Ну, да, то есть, грубо говоря, графа Монте-Кристо можно было выменять на цвета его. Да, да. Вот таким образом. Вот я этим, собственно говоря, и занимался таким образом. Вот, ну, поэзии много стало печататься. Вот. Потом вот это такая бесконечная есть библиотека приключений и научной фантастики, которая в обиходе называлась «Рамочка», потому что у меня такая на обложке была золотистая рамочка. Вот. Она называлась «Рамочка» или «Золотушка». Вот были люди, которые хотели собрать ее полностью, там около трехсот или больше книг, значит, вот они со списками, со своими. Ну, в общем, было много очень специфического, чисто книголюбского такого, что человеку со стороны, может быть, и не понять. Это внутри было такое, внутри сообщества были вот эти все идеи. Ну, постепенно, конечно, менялось книжное, книгоиздание менялось в лучшую сторону. Во-первых, качество серии «Жизель» стало значительно лучше. Если в начале, ну, скажем, в послевоенные годы это все, как-то больше были революционеры. А там уже пошли писатели. А там пошли писатели. Причем стало соотношение фигурант и автор очень хорошее. Понимаю, если там Мапа Сан писал, Арман Лану, а если, допустим, Сент-Экзупери писал Межо. Потом, допустим, о Шлимане совершенно замечательную книгу написал Яков Свет. То есть очень сильные уже пошли книги. Появилась серия «Жизнь в искусстве», где тоже были очень хорошие сочетания авторов, причем о зарубежных художников уже с цветными иллюстрациями. А потом стали выходить собрания сочинений уже такие, которые, ну, тот же Сент-Экзупери, который раньше... Ну, Сент-Экзупери, это уже в 80-е где-то раньше. Да, да, да. Ну, тот же Мопассан там выходил. Мопассан, да. Дул Суорси. Очень, понимаете, я скажу, что уже теперь на нашей территории, я уверен, ничего этого никогда уже не будет. Ну, вообще никогда? Ну, вообще никогда. Потому что никто не будет Бальзака на русском языке печатать 24 тома. Или же Диккенса на русском языке печатать 30 томов. Это было под силу только мощному тоталитарному государству. Ну, это большие, да, ресурсы должны быть, как-то не тратить его. Конечно, конечно. Стендаль 15 томов. Ну, все буквально. Анатоль Франц там 8 томов, такие как кирпичи. Этого уже не будет. И я скажу, что сейчас очень многие люди задумались. В том смысле, что они видят, что книги стоят копейки, а их уже и нету. Сейчас даже купить собрание сочинений Гоголя не такое уже простое дело. Или Томаса Мана. Это тоже очень непростое дело, купить собрание сочинений Томаса Мана. То есть когда-то доступно, много его, а оно ушло, все. Все. И люди перестали продавать. Они просто считали, что книги есть, не просят. Нужно будет, я куплю. А получается, что все. Ну, вот вы, допустим, заходите в магазины, вот новые, допустим, есть магазины, и вы не всегда можете купить, допустим, Химену Гея, если хотите, Томаса Мана. Очень много литературы как бы заместили это все. То есть много печатается литературой зарубежной, малоизвестной. Как правило, малозначительной. Потому что если сравнивать это все, что сейчас печатается, с мировой литературой, то это просто какое-то пигмейство. Поэтому сейчас, в общем-то, и нет какой-то политики книгоиздания общей какой-то. Ну, допустим, при советской власти Маркиза де Сада или Лепольда Захер Мазоха не печатали. Не печатали. И, в общем-то, как оказалось, как оказалось, что можно было и не печатать. Да нет, ну, надо было все-таки напечатать, пускай не было хорошим изданием, небольшим тиражом. Дело же не в том, дело же в том, что по обстановке все. Была же идея, мы строим коммунизм. А, новую породу людей, строители коммунизма. Ну, да, ну, вот как, если мы будем говорить о Волгах. И под это дело благородное. Да, да, да. Ну, опять же, я остаюсь при мнении своем, что если я, допустим, в своей жизни не прочел, скажем, братья Карамазовы или преступление и наказание, а прочел Захер Мазоха. Ну, если Венера в мехах, то он, в принципе, нормально. Ну, это дело вкуса. Это дело вкуса. Я не знаю, почему надо замещать так, чтобы убрать, скажем, братьев Карамазовых. Или-или. Я бы сказал, что и. Я тоже согласен. Но дело в том, что политическая система диктовала свои какие-то условия. Было хорошее в этом очень много. Печатали много, печатали качественно. И ты отвечал за каждую букву в напечатанной книге. Это я согласен. Это все-таки качество, скажем, академического перевода или издания. В детской книге не подпускали художников. Очень трудно было пробиться, чтобы тебе поручили иллюстрировать детскую книгу. То есть понимали, что нельзя, что если ты выпускаешь детскую книгу, так это должен быть автор, и это должны быть соответствующие иллюстрации, потому что это дети. Сейчас вы, извините, нарисую пивный кокотика какогось. И договаривается, я вам нарисую, вы заплатите, я откачу. Ну, короче говоря, не самые лучшие времена в этом смысле. Поэтому сейчас очень гоняются за старыми детскими иллюстрированными книгами. Да, это... Очень гоняется. Вы думаете, что это все-таки именно из-за качества? Из-за качества, конечно. Из-за качества. Ностальгия. Ностальгия, само собой. Они росли на этих книгах. И они хотят, чтобы их дети тоже росли на этих книгах. 85-й год, начало перестройки, переход постепенный к рынку. Как он повлиял на торговлю книжную, на эту вашу тусовку всю? Совпало с тем, что люди стали массово уезжать. Германию, в Израиль, в Америку уезжала интеллигенция. К них было очень много, продавалось. Оставали, оставили библиотеки, продавали? Продавали, невозможно было ничего вывозить. Тогда же очень жестко было. Никаких посылок, ничего, все. Значит, и у меня был грузовичок, мы нанимали. И было моих три товарища, которые работали со мной в академии. Там все рухнуло, зарплаты нет. И они работали со мной грузчиками. И были такие коробки из-под шоколадки «Нац». Была такая шоколадка, она и сейчас есть. Они очень удобные были. Они были вместительные, в то же время они тяжелые. И как раз под формат книги. И вот у нас таких коробок, допустим, было штук 200, а то и 300. Сложенных, сложенных. И я приезжал на квартиру. Вот они меня, клиенты, передавали друг к другу по геометрической прогрессии. Я просто не успевал. Значит, и мы приезжали. Сначала я приезжал, смотрел. Потом я назначал цену оптовую сразу за всю библиотеку. И я говорю, что если вы согласны, то завтра мы приезжаем. Значит, выдаем вам деньги наличными. И забираем книги. Через два часа вашей библиотеки здесь не будет. Но самое главное, это же потом куда-то надо девать. А тут магазин с огромными помещениями. Да, подвалы. Подвалы с одной стороны, а залы какие. Оборудованные, все. И я тогда придумка такая у меня была. Я начал, ну я сейчас уже точно не помню, какая была валюта. Ну, допустим, тогда были купоны. Значит, я делал так. Я, так как в книгах разбирался неплохо, особенно в ценах на них. Я делал сортировку. Вот этот шкаф, пять полок, любая книга, один купон. Следующий шкаф, любая книга, два купона. Следующий шкаф, любая книга, три купона. И так я доходил до десяти купонов. Значит, естественно, люди сразу поняли, книги отдают даром. И начали грести. Начали грести, причем, я придумал такую психологическую штучку. Значит, человек, который покупает по одному купону, он глазом смотрит на шкаф, который находится рядом, где два купона, и видит, что разница в качестве лучше, а разница в цене практически никакой. И он постепенно переходил туда. Я его доводил до десяти этих самых. Мгновенно это все раскупалось, выносилось тюками. И все это, где-то две-три библиотеки больших в день мы привозили. И вот в этом магазине на Нивках я проработал четыре года. И тоже начали нас теснить, банк начал теснить. Местные помещения. Да, потому что действительно было хорошее место. И пришлось оттуда уйти. И учитывая мой опыт работы в магазине в Пассаже, в магазине в свистных изданиях и в магазине на Нивках, я понял, что надо что-то свое организовывать. Но одновременно с этим, когда я работал в этих магазинах, контролировал каким-то образом их. Я же одновременно и был директором этого клуба. А потом мы перешли на рынок. И работая на рынке, мы в 2001 году вот это помещение получили. И решили сделать здесь вот бутинский магазин. И с тех пор мы здесь вот 18 лет работаем. Ну и в общем-то... А это помещение ваше или вы его арендуете? Нет, это аренда. Тут, ну, занимаясь книгами, больших средств не имеешь. Но тем не менее, по большому счету, вот вас книга прокормила, вы занимались интересным делом, получали дополнительный доход. Даже в сложные времена, там, 90-е... Сто процентов. То есть она прокормила? Кормила всегда, книга всегда кормила. И кормит и сейчас. Сейчас сложнее, чем 90-е? Сложнее, конечно, сложнее. Дело всё в том, что сейчас... Конкуренции или... Да конкуренции-то особенно-то и нету. Значит, дело в том, что нет покупателя, ушёл читающий человек. Евреи уехали, интеллигенция объединила. И это, я скажу, что не то самое, не смешно, а это такой реальный факт. Особенно техническая интеллигенция, которая всегда, проектные институты, там же была, в общем-то, черта оседлости, ну, скажем так, пятая графа. То есть, куда попало, не принимали. Допустим, я работал в Академии наук, там буквально несколько человек было. Вот, допустим, в Совете Министров СССР держали специально одного еврея, Лившица, чтобы не было разговоров. Вот. И проектные институты, это, в общем-то, такого типа заведения, институты, они были почти полностью там работали. Вот. Но там у них теплилась такая своя жизнь. То есть, они интересовались книгами, литературой. Все журналы они выписывали, журналы стали перечитать очень много интересного. Но сейчас большой куб, не потому что много людей уехало, это тоже очень важно. Потому что сейчас не научили мы, молодое поколение, читать книги. Они не понимают, что, они не умеют получать наслаждение от художественности текста. Они не понимают целебности чтения книг на их духовное развитие. Вот их не научили в школе этому. И общество жило в такое время, когда не до книг, как говорится, было. И сейчас получается, что, ну, они же как разговаривают. Ну, Анна Коренина типа замутила с Вронским. Вот. Ну, там мутняк вышел с Корениным, и она бросилась под поезд. Ну, такое что-то, знаешь, это раздуплилось. Вот такое вот. Сейчас, конечно, большая беда, большая беда, что большинство населения не читает по разным причинам. Одних не приучили, другим некогда, потому что нужно копейку зарабатывать. Третьим дорого, потому что слишком маленькие пенсии. Вот. И много этих причин можно еще... Вообще говоря, я считаю, что для Украины, для столицы Киева, иметь три маленьких магазинчика, которые улетятся в подвалах, это позор. Это букинисты вы имеете? Ну, это букинисты, да. Ну, и я вам скажу... Это ваш? Это на Пушкинской? На Пушкинской. Ну, и, скажем, Академ Книга. Ну, и, может быть, Ольга Павловна. Ну, Ольга Павловна там на площади Славы неплохой был букинист. Ну, он и сейчас там... Они куда-то его переместили? Там же они, там же они только сместились. Я не говорю о качестве сейчас, я говорю просто о количестве. Для пятимиллионного города... Мы же, собственно говоря, живем только почему сейчас? Потому что город пятимиллионный, а магазинчиков три-четыре. И обязательно кому-то что-то понадобится. Там взял... Начальник дал книгу почитать, а моя собака ее погрызла. Надо вернуть там. Надо вернуть. Или надо написать реферат ребенку, а там такая заумь, значит, это самое. Мамаша приходит и говорит, хоть что-то посоветуйте, куда двинуться. Понимаете? Или есть, допустим, там еще коллекционеры определенные. Вот у них есть 50 книг из этой серии, а вот 51-й нету. И вот они ее и ищут там, понимаете? Или есть люди, которые собирают вот именно вот эту золотую библиотечку, о которой мы говорили. Приключения фантазики, да, да-да-да. Причем им обязательно надо, чтобы у них был наследник из Калькуты, из этой серии. Штильмарка, да? Да, потому что в этом издании Штильмарк и начальник лагеря, который приписан там же. Там два автора. Он бы не выпустил эту книгу, чтобы если бы он начальник лагеря... И это именно как редкое издание такое первое. Ну да, да-да-да. И вот много таких вот за счет этого, уже когда клиента знаю, я там рекомендую, допустим, что-то такое почитать. Он раз почитал, попал. Два почитал, попал. И он мне уже начинает доверять. Он начинает доверять, приходит сам, спрашивает, вот что бы там можно. Учитывая, что я сам работаю, то есть у меня вот этих расходов на персонал нету, то пока я справляюсь с арендой, с освещением, с отоплением, с водоснабжением, с уборкой двора. И даже то, что наш подвал находится в нормальном состоянии, в доме, который является памятником архитектуры, мы за это платим. В смысле дополнительно? Да. Ну, пока вот за счет того, что все-таки еще есть люди, мы как-то держимся. Но, видите, развития никакого. Много лет базар начинает падать. Ну, базар потихоньку умирает. Что значит падать? То есть книга вытесняется и приходит... Там диски, какая-то такая шмотки. Шмотки, потом мулине всякое, потом особенно много констоваров и тому подобное. То есть, а сама книга, особенно серьезная книга, то есть лежат огромные количества макулатуры по 5 гривен в этих ящиках из-под бананов. Ну, что глаза только портишь, когда приходишь туда. Ну, и, в общем-то, это такая тенденция, надо работать над тем, чтобы кто-то к вам приходил. Ну, просто самому... А кроме того, что это, понимаете, просто то, что это коммерческая организация, и то, что вы сделали лоточки, с которых берется, допустим, это самое, нужно еще и книголюбской, если это книжный базар, нужно книголюбской традицией заполнить этот базар. То есть, должна быть какая-то площадка, где могут выступать люди, приглашать кого-то, должна быть какая-то информация по радио, книголюбская там, понимаете. Надо проводить работу с теми людьми, которые грубо себя ведут. Воспитывать. Воспитывать там или вообще убирать. Такие случаи тоже были на базаре, когда жалоб было столько, что пришлось этих продавцов убирать оттуда. Вот. Поэтому, получается, на сегодняшний момент базар слабеет. Магазины тоже слабеют, потому что ограничен с Москвы подвоз к них. Все-таки, как бы там ни было, какими бы мы врагами ни были, но люди все-таки интересуются. И потом я вам скажу, у нас же не выпускается литература по медицине, по космической технике, по металлургии. У нас это пока литература. То есть, в этом плане мы все равно зависимы, скажем, от того потока литературы, который шел с Москвы. Ну, конечно, у нас нет. У нас разве есть магазины технические? Хотя бы с удовольствием были такие надежды, что вот установят этот барьер, и все, там у нас попрет сейчас украинская книга. Что-то или вы видите уже, заходит на как бы кинетический рынок больше, скажем, книг на украинском языке, разнообразие больше. Да, безусловно, книг на украинском языке больше. Вот хорошее начинание, вот открыли эти магазины книгарня Е. Вот, и их довольно много по Киеву. Но там есть один юанс. Они как братья-близнецы, или как сестры-близнецы. Они не наши. Если ты побыл в одном, все остальное уже есть в другом. Ну да. Если ты был на Подоле, то тебе на... Тоже можно не ехать. Лысинка не обязательно. То же самое, да, то же самое. А здесь все-таки такой разброс и такое разнообразие литературы, вот, которое 50 лет издавалось, 50 лет, 50 лет, очень много всего хорошего. Как-то будет... Вы какую-то перспективу видите вот в букинистической торговле, именно вот в букинистах? Там что-то можно сделать, или оно так умрет все... Нет, нет, нет. Я, например, я считаю, что должна быть поддержка государственная какая-то. Вот, во всяком случае, в центре Европы, в столице, в каком городе Киеве можно иметь на Крещатике один большой, пусть это будет один в городе, но это будет большой магазин с большим ассортиментом и с подготовленным персоналом. Это не так сложно. Это не так сложно. А когда, конечно, приходится бороться, каждый год тебе могут изменить аренду, допустим, каждый год повышаются тарифы, а книжная торговля так не развивается быстро. Ну, я, допустим, ещё работаю за счёт того, что у меня огромный опыт. Вот, допустим, если на базаре... А вы какие-то курсы, там, вас ли не обращаются, там, для продавцов именно книжных магазинов? Ну, потом, например, вот там был ещё до революции, там, 14-го года, скандал с магазином Щаева, там, собственники, то потом его вроде бы реконструировали, сделали, но, честно говоря, там, книжный магазин никакой, никакой. Даже по сравнению с Е. Сколько помпы было, сколько помпы. Чуть и не печатный станок там, любую книгу мы можем напечатать. Там очень дорого. А не в том дело, но вообще помпа какая была. Причём они... Мне это самое... Недавно пришла покупательница и говорит, что я зашла вся его в магазин, ну, там, говорит, мне нечего купить. И я стала спрашивать, я Киев плохо знаю, где тут можно, допустим, купить то-то и то-то. А какая-то женщина говорит, вы знаете, а вы пойдите тут недалеко на Литеранскую. Я уверен, что вы обязательно что-нибудь найдёте. А продавец магазина, молодой парень, говорит, что, говорит, на Литеранскую, в этот подвал грязный, да кто туда ходит, значит. А эта женщина уже пришла и рассказала мне эту всю историю. Странная вещь, то есть, есть прекрасное место, есть традиция, есть, ну, я так понимаю, ресурс есть на то, чтобы содержать этот магазин. А подобрать литературу, скажем, сформировать тематически, что там будет представлено, какие книги, это уже ума не хватает. Ну, такой вот какой-то громадный ум, допустим, тут, в общем-то, и не нужен. Тут нужно образование, знание хорошее, психологию хорошо знать людей. А вот другое дело, что, допустим, выделить помещение хорошее, не здесь вот, внутри двора, а хорошее помещение… На первой линии, то есть, чтобы… Да, 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 с льготными условиями, вот, тогда можно этим делом заниматься, тогда можно подобрать людей, энтузиастов, вот, а народ, народ попрет, попрет, потому что, вот, даже про наш магазин очень мало людей знает. Ну, мы ввиду того, что находимся на Крещатике, и тут много всякой разной публики ненужной, вот, она просто бы здесь заполняла магазин, отвлекала, и толком ничего здесь не получилось. Здесь, если больше пяти человек, уже трудно, уже начинается теснота. Теснота. Поэтому, вот, таким образом, мы вывеску не имеем, а только те, которые по сайту или по рекомендации. Бумажная книга не пропадет, не пропадет. Значит, очень многие люди, особенно после 35-40 лет, говорят, что они с экрана не хотят читать, они устают, это раз, а во-вторых, они говорят, что мы не воспринимаем так, как мы читаем бумажную книгу. Ну, а что касается научных работников, диссертации и тому подобное, там бы с бумажной книги не обойтись просто, потому что нужны ссылки. Делать это надо как можно быстрее. Пока есть кому передавать опыт. Да, потому что, получается так, специальных людей, которые готовят даже продавцов книжных магазинов, заведений, которые готовят продавцов, нету. Был книготорговый техникум, его нету. Был полиографический институт, его тоже нету. Ну, и, собственно говоря, вот из тех старых людей, старых книголюбов, которые начинали где-то с 65-го года, уже, кроме меня, практически в книжном мире и нет никого. Которые ещё занимаются книгами, держат пульс вот все эти 55 лет. Понимаете, 5 лет без перерыва я всё время этим занимаюсь. Книжными книгами. Да, книгами, книгами, книгами. Вот, таких людей просто мало. Вот, с 6-го года по 19-й я работаю сам директором. Продавцов брать хлопотное дело. Во-первых, молодые люди все амбитные. Вот, им нужна какая-то зарплата такая, которую мы не можем платить. Вот, которую мы не можем платить. Вот, во-вторых, ты их должен учить. Потому что, когда меня нету, допустим, девочки-продавцы сидят, они не могут ответить практически ни на один вопрос. Ну, вы смотрите, вот, что вам понравилось. Там есть цена, значит. Ну, такое. Или ждите, когда я до рякочка идёт. Вот, то есть, их надо учить. Как только ты их выучишь, они говорят, ну, мы сами своё дело откроем. Ну, вот такие, в общем-то, дела. Но я доволен, что я всю жизнь занимаюсь этим делом. Это сохраняю своё и физическое, и душевное здоровье. Вот, и самое главное, что я всё время в культурной среде. Вот, и постоянно какие-то новые, интересные знакомые. И всё время учишься чему-то. Вот, поэтому ни за какие зарплаты, где бы это ни было, я, конечно, не перестану заниматься. Ну, и считайте, что если вам 74 года, то вы уже, ну, как, 14 лет, вы должны быть на пенсии. То есть, а у вас есть занятия, у вас есть интерес, у вас есть чем заниматься. Да, да, да. Потому что если там сесть у телевизора и устроить мониторинг телесериалов. А потом дело всё в том, что, ну, вот сколько я работаю в книжной торговле, я всегда пользуюсь уважением. Даже те люди, которые, вот, допустим, приходят, со стороны, вот он пришёл, и есть такие, знаете, амбитные люди, которые считают, что они всего много знают, там, и всё. И он так заходит, развязанная такой походочка, я смотрю, наш магазин так смотрит, ну, что интересно в этом сарае можно найти. А потом он начинает идти вот так, и его вот так вот выпрямляют. Как, там, по-моему, у Гаршина есть рассказ, выпрямила, когда он перед Рафаэлей, перед Мадонной Рафаэля выпрямился. Вот, маленький человек. Так и здесь, он, значит, дисциплинируется, руки у него как-то опускаются ниже, вроде как по швам, и он начинает уже заинтересованно ходить, и он начинает уже рыться, и потом уже начинает разговаривать совсем немножко по-другому. По-человечески. По-человечески, да. Вот, поэтому мне бы хотелось, чтобы мы, украинцы, были, мы всегда были образованной нацией, мы были действительно читающая нация. Вот, конечно, пришла новая техника, пришла электронная книга, вот, пришел интернет с огромным количеством информации. Молодежи надо показать, что возможности ограничены, ну, нужно выбирать. Выбирать, да. Нужно советоваться. Вот, даже в Библии написано, книг много, читать все не надо, грубо говоря, читать все не надо, им конца не будет. Потом в Экклезиасте написано, во многом знании, великая печаль, умножающие знания умножают печаль. Имеется в виду знание информации. Огромное количество информации, они не делают тебя лучше. В заключение я хотел бы сказать, что я очень рад этому интервью, потому что мне, в общем-то, хотелось рассказать немножко о своей жизни, о своей работе. Вот, я хотел бы многих киевлян, вот, пригласить в наш магазин. Я думаю, что они не пожалеют о том времени, которое они потратят, вот, и побывают в одном из таких уютных двориков, где приютился наш маленький магазин. Я думаю, что то, что мы говорили сейчас, это малая часть того, о чем можно поговорить. Вот, я верю в книжную торговлю, я верю в бумажную книгу, вот, и я с радостью работаю, и, по крайней мере, в ближайшее время не собираюсь уходить куда-либо от своей специальности, от своей работы. Ну, дай Боже вам здоровья. Дякую. И подовше залишаться в цьем магазине, знакомить людей с книгами, помогти сделать правильный выбор. Ну, и, шановне товариство, хочу вам подякувати також за всю эту увагу до нашего канала, до нашей работы. Подписывайтесь на канал, заходьте в книжковый магазин на улице Литеранська, выбирайте правильные книги. Потому что, ну, можно сказать, что погодиться с Эдуардом Яковичем и сгадать Умберто Эко, который сказал, что если вы сподеваете позвутися книжок, то у этого у вас ничего не выйдет. И доведется все-таки с паперовыми книгами мать справу. Ну, и мы також сподеваемся, что с этим справа будет мать еще долго. Ну, и, окрім того, можно додать, что, бачите, как можно заниматься улюбленной справой, можно прожить 74 года, из них 50, с гаком заниматься книгой. И книга даёт возможность не только духовно развиваться, но и, так как вы говорите, обеспечить себе какое-то нормальное существование.